Любимое время в нашей программе На семью 300 кубков, порядка 50 кубков Нам достается медаль, на которой написано Докажи свою силу, победы, друзья! Достойное место она получит в нашем музее Владимир, спасибо большое В этом месте в программе мы обычно... Подержись! Спасибо! Конкурсы! Да, нет, ну не конкурсы Мы обычно испытываем нашего гостя Тем способом, которым он обычно занимается Ну, тем, чем он занимается в жизни Но поскольку вы человек травмированный Я хотел, конечно, подойти и сказать Владимир, а ну-ка возьмите меня, поднимите меня Понимаю, что да, да, у меня 100 кг есть Понимаете, я смогу Решил, что не испытывает судьбу Особенно вдруг Вы случайно махнете в мою сторону рукой И лягу я здесь Давайте лучше начнем писаться А то, ну, его от греха подальше Пойдемте! Пойдемте, да! Послание президента и новый социализм С парком снова проблемы И космодром в Нижегородской области О чем говорит город, говорим и мы Это соседский Wi-Fi Студия Петр Смирнов И Кирилл Васенин Ха-ха! Привет! Дай пять Вновь я сменил Сменил себе с ведущего Не по своей боли, конечно Но, тем не менее Петр, ну, рассказывай Ты человек у нас более Более серьезный Что тебе на этой неделе больше всего Не, ну, конечно, послание президента То есть, ну, оно не прошло мимо Не прошло мимо вообще никого Я не смотрел, честно скажу Был занят работой Ну, ты знаешь, у меня много работы Знаю, знаю Не понаслышке Да Про что президент в этот раз? Слушай, вообще удивил Резкий поворот во внутренние проблемы То есть, вся социалка Все, что касается помощи Семьи, многодетным Детям, инвалидам Там ипотеки и прочего То есть, поддержка населения Пенсионеров не забыл То есть, вот поддержка населения Поддержка реальных проблем Решения этих проблем на местах И ни слова совершенно Про какую-то внешнюю угрозу Ну, помимо США И то, что мы там Будем нацелены туда Куда нам надо быть нацеленными Но, в целом Я считаю, что это поворот во внутренние проблемы И это хорошо Понимаешь Будет прекрасно, если чиновники Особенно те, кто сидели в зале И также чиновники на местах В муниципалитетах В городах В поселках Ну, они воспримут это послание Как вот Ну, как-то, что-то скажем Руководство к действию Чтобы Вот то, что он сказал Это стало доктриной какой-то их работы Потому что, реально Ну, надо поменять парадигмы управления в стране То есть Надо отношения к людям менять Не надо воспринимать Особенно мне понравилась Знаешь, эта фраза На это потребуются деньги И мы знаем, где их взять И так хитро окинув взглядом Значит, зал Такое ощущение, что Как в католических церквях Да? Собираем на то-то-то Хоп, корзинка пошла Придам И все чиновники Тук-тук-тук-тук Туда свои кошелечки побросали Да, да, да Было бы неплохо, кстати говоря Ну, опять-таки, возвращаясь вот к системе управления Это в 21 веке Вся страна, гигантская страна Самая большая на планете Управляется одним человеком Буквально в ручном режиме Говорится Чиновнику на месте Какому-нибудь Там, не знаю Начальнику психолога Какого-нибудь совета Да, администрации Вы должны сделать дорогу И он такой Да, ну мне же президент сказал Да, это то, что Ну, там, губернатор Мог говорить Там, не знаю Похоже, когда народ говорит И все равно А денег нет, но вы держитесь Людей-то мало интересует Бюрократической волокиты И всякие проволочки Им надо здесь и сейчас Решать те проблемы Которые у них насущные И ничего больше не интересует И не хочется ждать в основном Поэтому Надо менять Ну, потому что живем здесь и сейчас Надо менять подход Надо начинать работать Времени на раскачку нет Я тебе хотел сказать Я тебе хотел сказать Что на этой неделе Которая от нас ушла И унесла с собой Все проблемы Которые в ней были Произошло на самом деле Наверное Может быть не первое И, к сожалению Не последнее Но достаточно неприятное Чрезвычайное происшествие Которое Ну, вася В случае Те источники информационные Которые я читал Они всколыхнули И был отклик на них у людей Я про что говорю Прошла информация о том Что неожиданно В парке Лосиный остров В Москве Был обнаружен ребенок С пакетом на голове Начали выяснять Слушай, вообще драматическая история Вообще, да Очень неприятно Его нашли Подожди Его обнаружил водитель На заправке с мешком на голове Вот так вот Ну, грубо говоря Давайте, чтобы всем было понятно Ситуация вот какая была Это сейчас по версии людей Которые разбираются в этой ситуации То есть следователи, полиция и так далее Что мама пошла гулять с ребенком Со своим в лес Перед тем, как уложить его спать И, собственно, пришла домой без ребенка До пяти утра Она как будто бы его искала После чего пришла в полицию И заявила о пропаже ребенка В этот момент ребенок был уже найден Случайным водителем Ребенок шел по дороге Он был раздет Где-то, ну, все это время То есть где-то с девяти вечера до пяти утра Ребенок провел на улице На твертом воздухе При температуре минус 10 И когда его обнаружили, на нем был надет полиэтиленовый пакет И он был привязан скотчем к ребенку Вот что у меня больше всего Мама сказала, что ребенок, грубо говоря, от нее убежал И что она как бы не причастна Начали выяснять И у мамы нашли и скотч И нож канцелярский, которым она этот скотч резала Ну, в общем, все сводится к тому Что, видимо, мама хотела избавиться от ребенка Как говорят некоторые источники Что у мамы появился новый ухажер Ухажер и маме хотел, чтобы все внимание было ей И маму, собственно... Ну, слушай, совсем недавно была в Нижегородской области В общем, короче, такая фигня Вспомни, вот прям тоже Из ряда вон выходящая история Когда женщина сожгла двух своих детей Малолетних, трех и четырех лет Еще при этом заехала на заправку Перед тем, как оделась И купила им по шоколадке, ты понимаешь Это просто вот... У меня не укладывается в голове Как можно так поступить с собственными детьми Мне кажется, к таким людям Надо применять самые суровые меры Ограничения свободы Самые суровые, какие можно только к ним применить Потому что это ненормальные люди Ненормальные, согласен Это ненормальная ситуация Это ненормальные люди Слушай, тут такая история Получили мы тут письмо Письмо От... Значит, нашего... Одного из наших учреждений казенных городских И вот что они нам пишут Что по состоянию на 12.02 Это уже практически... Ну это да Две недели Почти две недели назад Вот Работы по подготовке проектно-сметной документации На наш парк Зернова Не завершены И меня, честно говоря, это Ну, условно говоря, очень удручает Потому что Нет проектной документации Нет сметер на эту проектную документацию Нет экспертизы А-ля Улю Не будет нам парка Чтобы люди понимали Перевожу Друзья, для того, чтобы построить в парке что-то К этому строительству Должна быть создана сметная документация Проектно-сметная документация Которая включит в себя Все подведенные коммуникации Все будет от и до посчитано До копейки, до сантиметра И только после этого Строители смогут приступить к строительству И тратить денег, собственно И вот этой проектно-сметной документации По которой бы нам выделили Те самые 100 миллионов Точнее, нам бы их, грубо говоря Отдали эти деньги Вот их до сих пор нет Хотя должны были еще быть даны А должны были до 1 февраля сделать До 1 февраля должны были сделать Слушай, ну ты же помнишь эту историю Было в ноябре месяце Приезжали проектанты Показывали красивые картинки и концепции Мы же с тобой еще обсуждали Когда только начиналась вся эта история Спроектирована Друзья, мы можем лишиться 100 миллионов рублей Точнее, не так Мы можем лишиться нормального парка С набережной И со всеми делами Потому что 100 миллионов нам могут и не дать Потому что Не успели сделать проектно-документацию А это на самом деле Смотри, какая история Проектно-документации стоило 5 миллионов рублей Помнишь, эти ребята выиграли 5 миллионов рублей Так вот Если мы не получим эти 100 миллионов То получается и 5 миллионов зря потратили Да Хотелось бы их вернуть А 5 миллионов мы потратили Из городского бюджета Это наши собственные деньги А это Деньги, которые могли помочь Людям с сахарным диабетом Мы на прошлой неделе Про это разговаривали Да, да, да Это те деньги, которые могли бы Потратиться на социалочку Вот вы как депутаты Как вы позволили такое сделать? А депутаты тут уже Как бы и ни при чем Оп, видали как Чертва Сразу Ручек подняли Пожалуйста Проектной документацией Занималось муниципальное Казенное учреждение УКС То есть Они были заказчиками И должны контролировать Выполнение работ Подрядчикам Пожалуйста Подрядчик не выполнил Вот они и пишут Что будут начислены Надо пояснить Что проектировщику Не просто читает с бумажки Это официальный Это официальный письмо Запрос Отпись у директора Этого учреждения Вот они пишут Что проектировщику Направлено уведомление О начислении пени За нарушение срока сдачи работ Которые будут удержаны Суммы контракта При окончательном расчете С проектировщиком Но от этого нам не холодно Не жарко Пени будут Ну то есть Не 5 миллионов заплатят А там 4 миллиона 900 тысяч Ну например 100-200 тысяч Пени начисляют Но потеряем то мы Не 100 и не 200 тысяч Мы потеряем 100 миллионов На новый парк Ну а теперь Про хорошую новость Друзья Совсем скоро Возможно Подчеркнем Возможно В Нижегородской области Совсем рядом с Таромом Где-то в районе Населенного пункта Который называется Ордатово Может появиться космодром Частный космодром Частный космодром Частный космодром Прикиньте что Да Это конечно новость Облетела Аж даже федеральные СМИ РИА Новости Одна из первых была Кто эту новость Опубликовала Частный космодром В Ордатовском районе И Ну надо Нет Давай сразу Поясним Что имеется ввиду Что оттуда Не будут запускаться Челноки На международную Космическую станцию Космодром будет построен С целью Легкого космического Туризма До 200 километров В высоту Вверх В высоту Вверх И на самом деле История такая Есть компания Называется Космокурс Якобы Резидент Сколково Который уже получил Лицензию Роскосмоса На космическую деятельность И вот будет предлагать Семиместный космический корабль И 15 минут На высоту 200 километров Возвращаемый модуль Все дела Стоимость билета Разнится От источника К источнику Где-то Итак Сейчас внимание За сколько же Летают в космос Нынче Нынче Как это Цены разнятся Один источник Сообщает О 250 тысячах Долларов 250 тысяч долларов Другой источник Сообщает О 250 тысячах Рублей А третий источник Сообщает О 250 Просто Долларах Вот за 250 долларов Кстати друзья Я бы с большим удовольствием На 200 километров Поднялся Спустился бы Вытряхнулся И пошел бы дальше Вытряхнул это в точку Кстати говоря Вот что Петр Павлович Я тебе предлагаю Давай мы У жителей города Спросим Хотят ли они Попасть в космос И за какую сумму Они бы туда отправились Лена Прошу Согласны ли вы Быть к космическим туристам И сколько готов За это платить Нисколько Я вас с тобой Ну это же там Невысоко Совершенно Не Спасибо Ну много Сколько Миллион Ну больше Миллион Или чуть больше Нисколько Не готов Заплатить Ну как подумайте Сколько Это могло бы стоить Ну стоить Потому что Топливо Для корабля И сам корабль Разработка И так далее Это Должен стоить Миллионы Видимо Я сейчас не могу Заплатить за это Я студент Согласна Но только если Это будет бесплатно Ну зарплату свою Могу отдать Пускай мне платят Порядка 20 миллионов Я думаю Я думаю Что это очень дорого Для современных студентов Бедных Нас Мне на земле Хорош Да Ну миллионов 15-20 Наверное Долларов Ну а к нам Присоединился Наш гость Это Владимир Калиниченко Чемпион России Мастер Спорта Международного Класса По Пауэрлифтингу И силовому Троеборью Ну это примерно Одно и то же Да Владимир Здравствуйте Здравствуйте Спасибо Что вы к нам Пришли Подключайтесь К нашему Вайфаю Вводите Пароль Пароль у нас Сегодня для вас Такой Силачи Силачи Да Да Слушай Отлично Владимир Спасибо большое Что вы пришли Открой секрет Чтобы мы добивались Встречи с Владимиром Наверное Третья попытка Владимира Погласить Нам в программу И она удалась Ура 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 Мы рады Владимир Вопрос Который Мне кажется Вам задавали Миллиард раз На всех интервью Которые Наверное Были у вас Когда вы Первый раз Услышали фразу Свою сторону Ты такой Сильный Ты такой Сильный Когда Это произошло Первый раз Это просто С 8 лет Я начал Как заниматься Спортом И в принципе Все в школе Началось И все Но чисто Железом Я Как бы Откладывал Видимо Это на потом И очень Мне нравились Все игровые Виды спорта Легка Футбол Баскетбол Баскетбол Легкая Атлетика Но это Необходимы Такие вещи Были Как легкая Атлетика Как и в футболе И в баскетболе Ну а в школе В школе Я участвовал Во всех Во всех Соревнованиях В основном Еще Акцентировали Меня Всегда На военно-прикладное Мастерство Почему? Включаю Стрельбы Я очень хорошо И гранату Метал И ползал С такими банками Полосу препятствия Нет Это маленький был Но это как-то повлияло При распределении В армию Можем так сказать Что я может Там немножко При поступлении В институт Немножко Как-то закосячил Вот Передумал Как-то ежеминутно Ежечасто Передумал И думаю Что надо пойти В армию Ну и пожалели? Не, не пожалел Потому что Ну Как бы Мне сказали Что я падал В связисты Там просто Мама очень сильно переживала Чтоб меня не забрали В какие-то действующие войска Потому что При моей Физподготовке Только там Спецназ ВДВ И все время Такие действующие Были передвижные Все вещи Там и по горячим точкам Ну буквально Прямо На пункте Распределения Я должен был ехать Под Москву Связисты Но наткнулся На ребят Из воздушных войск И они меня быстро Переписали В другую команду Я позвонил домой Что я Еду В Прибалтику У меня была Парашютная подготовка Я в Досафе Уже начинал прыгать Ну вы сами себя Привели В десант Вот прям Вот мне кажется Вот вы рассказываете Мне кажется Вы сами себя Привели Слушай Меня капитан Просто увидел Как он просто Ошалел И весил я уже 100 килограмм 18 лет Ничего себе Я кстати В 18 лет Не весил еще Стоп Я 100 килограмм Включаю то Что при хорошей мышной массе То есть Не имея каких-то Лишнего веса Ну а когда вот этот момент Произошел Что вот все Вот железо Силовой экстрим Вот это все мое Так получилось В 2009 году Я вот поехал В Израиль Там К родственникам И там Как бы работать Начал хорошо То есть Очень много времени Я уделял уже Тренировкам И там я очень мощно И хорошо Занялся Силовым видом Спорта И там уже Я показал Очень довольно-таки Высокие результаты В 2003 году Я там присел Без экипировки 420 килограмм Это вот Чтобы зрители У нас понимали Там реально много Это когда на штанге На плечах Висит Ну в тот момент Я как знаю Именно я показал Еще в тройборе Очень хорошую сумму Тонну 50 Без экипировки В 2003 году На тот момент Там практически Наверное Никто и не подымал Этих вещей Как-то получилось Что ты в Саров приехал То есть Что Что Взять Можно задать этот вопрос А мы сюда Приезжали Судеба с городом Выступление Здесь сделали Постоянно Нас приглашал сюда город И Им нужно было Или на Атом Да Или как так Она называлась Да Это вот На лыжной базе Зимой мы делали Летом на стадионе Ребята приезжали Мои сборники Клюшеву Александр Лазинка Вот А город Город предложил Чтобы Какая-то семейная пара Вот Из наших Из нашей сборной Переехали в Саров Именно двигать Спортивное движение Как бы Чтобы люди Ну Было предложено Клюшеву Ну Саня приехал Посмотрел А потом уже Горностаев Евгений Он Настаивал Очень долгое время Там Порядка Не знаю Шести месяцев Наверное Что я приехал сюда Все-таки Попробовал Ну и в общем Затянуло Да Я сюда Сначала Приехал Разговаривал Переговаривал Как вообще Что будет Просто Особо Так вот В 39-40 лет Не хочется Менять уже Свой образ А откуда Переезжали Город-строитель Белгородская область В общем Не ближний свет В принципе Это да Приджит Восемьсот 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 У меня вопрос Вот какой Вот эти вот Соревнования По силовому экстриму Которые в Сарове Здесь проводились Это там Где вот Покрынишки Переворачивайте И так далее Здесь чего больше Все-таки Это шоу Которое должно Так или иначе Как-то продаться Продастся Или это все-таки Спорт и соревнования Ну в первую очередь Это в принципе шоу Потому что все упражнения Идут нестандартные Не просто подошел И сделал Шоу еще Людям очень Это зрелищная вещь И людям очень интересно Например Как подымается гантель Одной рукой Там 100 килограммовая Как Эта покрышка 400 килограмм Кантуется Нравилось Нравится очень сильно Когда там Фурует У 16 тонн 20 тонн Человек Тянет Ну там масса Видов Упражнений Интересных Таких Подъем Камней Природных Подъем Шаров Вот этих Вот идеальной Круглой формы Как все подымается Там ставится На высоту На тумбу То есть его еще В принципе Схватить надо сначала Чтобы он не соскользнул Ну да Есть какие-то определенные Приемы как-то Есть определенные Конечно вещи Ну и техника Без техники Никуда не денешься Но также в первую очередь Это конечно Физподготовка Ну а сейчас В Сарове Вот это вот Движение Спортивное Ну вот Ваше участие В нем Да То есть потому что Я знаю что Есть там Качалка Условно как Продолжая Я же в эту Качалку Ходил Я же даже У Владимира Занимался Незамесно По тебе Что ты занимался Ну я там Да Я что-то Тот еще Прокрастинант Это все знают Вот поэтому Режима видимо не было Да То есть я там Режим не соблюдал Все дела Вот Сейчас то У нас в Сарове Есть спортсмены Которые вот Которые Готовить К спорту В этом Высшем достижении Да Если чисто Как бы По словам Экстриму Нет Но как Изначально Там для меня В первую очередь Мое Это было силовое Треборье Пауэрлифтинг И у меня Сейчас очень Как бы Много хороших Ребят Перспективных Которых Вот Буквально Там вот Сейчас Появляется У нас Вот Забелина Елена Вот Которая Женская Пауэрлифтинг Получается Да Она Как бы Сейчас Именно В Треборье Она была Одной Из сильнейших У нас Вот В городе По жиму Лежа Девочка Мастер Спортного Межрежного Класса Выполнила Жим Лежа А сейчас Именно В Треборье И В IPF Федерации Федерация Это единственная Которая поддерживается Российским Спорткомитетом Сколько Вы весили В пик Своей карьеры Вот Когда Наивысший Это самый Популярный Вопрос Сколько Вы весили Потому что Меня На работе Называют Жирненьким Я Обычно Говорю Что я Напишу Книгу Тысяча Один Способ Называть Жирным Рабочие Самые Оптимальные Рабочие Мой Вес Был Где Я устанавливал Такие Хорошие Высокие Рестаты От 152 До 160 Килограмм Это Набирается Исключительно Едой Ну Понятное Дело Определенной Белковой Пищей И так Без Каких-то Добавок Бадов И так Далее Добавок Соответственно Они постоянно Идут И очень Много А если Мы Готовимся На чемпионаты Мира Готовиться По словам Экстрима То есть Уже Там Нужно Было Выходить На мир И выдавать Лучшие Результаты Там Много У нас И хорошие Были Врачи Спортивные Много Препаратов Много Аптечных Очень То есть Всякие Системы Вот там Все равно Это сложно Спорт Высокие Достижения Там Все по-другому Ну нет Это понятно Что Вот я и хотел Узнать Что можно ли Достичь Самое основное Чем быстрее Ты восстановишься Тем Будет Гораздо Лучше Тебе На следующей Тренировке А сейчас С спортом Как Ну с тренерской Работой Все понятно Очередь Желающих Попасть К Владимиру Клинченко Не иссякает Тропинка Протоптанная В зал А с личным Спортом Как обстоят дела Ну поддерживаю себя Постоянно Тренируюсь Ну уже соревнования Уже Все Да нет Ну как Было получено Определенные Траммы И самое основное Это замена Левого Тазобедренного Сустава Все В принципе Оно Как бы Все это Есть Можно Это все Делать И поднимать Но смысла Просто уже Не видно Потому что Этот сустав Он сотрется И все А повторные Замены Суставов Там Но это Были Примеры У нас Величайших Наших Спортсменов Как Ягудин Фигурист Он Буквально Выигрывает Олимпийское Золото Уже На Убитом Тазобедренном Суставе У него Жи и боли Были Очень мощные Вот И эта Подготовка Все И практически После олимпиады Он получил Это золото И поменялся Сустав Но дальше Он продолжил Свою спортивную Деятельность А что В конечном итоге Вылилось Он через два Через три года Поменяли ему Снова Опять же Сустав Тут еще В чем минус Минус в том Что это Довольно Как у меня Там спрашивают Я говорю Это Это Ужасно После операционной Сети Вещи Это не настолько Приятно И нет никакого Огромного желания Убиваться Чтобы тебе Еще раз Его делали Повторять Ну вот ему хватило В принципе Он уже Он Даже на тазоберном Суставе На этом Выступал И Выступал На хорошем уровне На кубках Чемпионатов мира Он выступал Ну Два-три года Покатался Попрыгивал Все Владимир Вопрос Такой Поскольку Мы тут Вокруг 23 февраля Программу Снимаем Выпускаем Вот Вот про что Принято считать Что современные Мужчины Какие-то Стали не мужчины Ну вот Как-то Вот такое Оно Не вот Явное Конечно Это выражение Но тем не менее Принято Таки Вот вокруг вас Окружают вас Мужчины Вот в полном Смысле То слов Настоящие Мужчины С правильными Пониманиями Отечества С правильным пониманием Чести Долга И так далее Есть вокруг вас Такие Или Я надеюсь Что я просто Даю большой пример Я может даже Вижу это все Все Со всеми людьми С которыми Я общаюсь И девушки И женщины И ребята Все Они как бы Знают Всю мою Там практически Историю Кем я был Что касается Там службы В армии Я служил Старшим разведчиком Частей спецназа После спецназа Я попал еще В ОМОН Я в ОМОНе Работал Потом И в младшем Оперово-полномоченном То есть У меня были Очень мощные Такие Свои Такие Военные Вещи А что касается Именно Вот сейчас Современной Молодежи Ну Я Можете Ошибаюсь Но я сейчас Вижу Что Есть Определенный Минус И Ну Для меня Там Физ Подготовка Девчонки Там Не знаем Кого Поздравить Потому Что Говорит В барме Вообще Никто Не служил Вообще Никто Не знает Им По 30 Лет По 32 И Нету Никого Там И ходят 30 лет Годиков Хотел сказать Животки Эти Там Все Они Себя Ведут Уже Как Пожилые Какие-то Люди Непонятные Там Там Болит Здесь Мы Кириллом Резко Напряглись Ну Я Рад Тому Что Повторюсь Что Глядя На Меня И Людей Которых Я Тренирую Они Все Видят Насколько Я Такой Очень Сам По Себе И Я Все Так Может Даже Даю Какую Мотивацию Я Так Думаю Универсиада Дело Серьезное И в Красноярске К ней готовятся Соответственно Канал Лепра Рассказал О том Как озеленяли Город К предстоящему Событию На территории Прилегающей К Николаевскому Проспекту Высадили 80 елей Сосен Ну Как Высадили Срубленные Деревья Воткнули Ствалами В обрезки Металлических Труб Вбитые В землю Почему Ну Во-первых Это красиво А чуть позже В другой части города Из-за неожиданного потепления Пришлось креативить Уже со снегом Расстелить Искусственный Говорят Таким образом Озеленители Решили защитить Деревья Которые Посадили Поздней осенью Но мы-то с вами знаем Что во-первых Это красиво Продолжая Тему Универсиады На канале Лента.ру Появилась новость О том Что в Красноярске Выпустили Один весьма крепкий Алкогольный напиток В бутылках Выполненных В форме часовни Пороскева Пятница Одного из символов города Местная епархия Осталась Мягко говоря Недовольна Представитель РПЦ Андрей Скворцов Отметил Что образ святыни Не должен использоваться Для отравления души И тела человека У меня другой вопрос Кто все эти люди Готовые потратить 2599 рублей На Енисей Батюшка Люк С местного разлива Надеюсь Я не испорчу вам Аппетит Так же Как на днях Его испортили Ученикам Одной из школ За Уралия Нет Это не кадр Из ужастиков Всего лишь Говяжий подъязычник Мясной субпродукт Которым кормят собак Каким образом Он попал в школьный обед Будет выяснять Следственный комитет Руководство Образовательного учреждения Впрочем Тоже в стране не осталось И проблема с обедами Была решена Уже на следующий день Как? Школьникам запретили Брать телефоны в столовую Почему? Да потому что Все проблемы в стране Из-за смартфонов Сегодня вам достается игра Игра достается Которая называется Возведем все в абсолют Я обожаю эти игры Я дважды сидел на месте Владимир И оба раза Попадал в Моя ситуация Оба раза проиграл В чем суть игры Я вам буду зачитывать Определение Которое Имеет какое-то Абсолютное значение Ну то есть Самый Самый Не знаю Самый любимый фильм И вам надо Называть свой Самый любимый фильм Ну вот что-то такое Готовы? Нет Не хочется Ну давайте попробуем Будет все просто Самая дорогая вещь Которая у вас есть? Подарки от моей любимой жены Отлично Самое дорогое блюдо Которое вы ели? Наверное Только мраморное мясо И черная икра Я ни разу не ел Ни то ни другое Самое любимое Силовое упражнение? Из силовых Было приседания Приседания Самый безрассудный Поступок в жизни? Безрассудный? С скалы прыгнул В море Аааа И в полете Черт Зачем? Смотри Например Нет Наверное Когда в самолет Полез прыгать С парашютом Кайфа Отлично Я испытывал Сумасшедший страх Наверное Самая красивая Женщина в жизни? Моя жена Ну Самое великое Достижение Человечества В принципе На ваш взгляд Автомобиль Кино Телевизор Интернет Все что угодно Фарм Производство Наверное Интернет Все таки Само отлично Самый великий Спортсмен За всю историю У меня Их двое Это Лев Яшин И Юрий Власов Мы закончили Так По традиции В конце В конце программы Мы делаем Селфи с нашим гостем Сейчас переверну камеру Главное не забыть Все смотрим И улыбаемся Это был соседский вайфай Кирилл Васенин Владимир Калиниченко И Петр Смирнов Ребята Увидимся на следующей неделе Будем обсуждать проблемы Которые возникнут На следующей неделе Всем пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok